Наконец-то я купила себе американца, и это Dodge Challenger! Взрывает жопу, как зда! Полгода поиска, пересмотрела десятки вариантов. Ремни, получается, стреляные. Вы говорили, что она не билась? Вот так верит салонам. Прощупала всю эту кухню американских тачек изнутри. Такое узкое лобовое стекло, как зда! Изменение и внесение в конструкцию 12.5.1. И, наконец-то, купила себе самый сочный вариант. Пацаны, как тачка! Но давайте обо всем по порядку. Привет! Как вы помните, еще летом я решила себе купить американскую тачку. И это даже вылилось в отдельную рубрику, которая вам очень полюбилась. Мы ее назвали «Купить живого до миллиона рублей». Смотрели Тахо, Эскалейт, Идодж Рамы, Мустанги, Камара. И те, кто подписан на меня в Инстаграм, знают, что я остановила свой выбор на Dodge Challenger. Но оказалось, что до миллиона рублей ни одного Challenger нет. Даже битье и с какими-то проблемными документами стоит больше ляма. И первая цена, которую я нашла на досках объявлений, это 1 миллион 250 тысяч рублей. Самый дешевый челик, который есть на рынке 2013 года, 3,6. Он на армянском учете 1 миллион 250. Абонент не отвечает или временно недоступен? Позвоните позднее. Затем ценники были 1,5 миллиона 800, 2 миллиона. Но эти все тачки были с проблемными документами. И первый ценник на ровных российских документах 2 миллиона 440 тысяч рублей. И мы отправились смотреть его. Здравствуйте, я звоню вам по Челленджеру. Dodge Challenger продается? Да, все вернее такое автомобильное наличие. Скажите, а что по машине билось? Она приводилась, как я понимаю, со страхового аукциона. И нужно понять, что там делалось. Перед, зад. Задний, левый, крыловый автомобиль билось, красилось. 250 микрон, с отличной окраской. 250 микрон, то есть шпатли там минимально, да, якобы? Там вообще ее нет. Машина в отличном состоянии. А посмотреть сегодня можно ее? Конечно, подъезжайте. Во сколько хотите? Ну, где-то до 5 часов должны успеть. Да мы до 9 работаем успеть. Поняла, хорошо, спасибо. В общем, сейчас посмотрим, насколько там 250 микрон по крылу, по заднему. И насколько там есть реально подушки. С вами общались? Да. Она, как я понимаю, по трейдину сдана, да? Да. Так, а вы говорите, билась она куда? Вот в это крыло? В крыло вот это, да. Угу. 337 уже. Уже 428. В 200... На 200 по... Да тут не в краске дело, а тут в шпатлевке. 663. Вот, шпатлевка найдена. Вот так верь салонам. В салоне, конечно, классно покупать машину, потому что можно вот так вот взять карточку, подойти к терминалу, оплатить и все готово. И при этом еще вернется кэшбэк. Интересно, 2,5 миллионов. Сколько кэшбэка вернется? Карта Тинькофф Плэк в лимитированном космическом дизайне не просто красивая, она экономит для вас и зарабатывает деньги. С помощью вот этой вот карты вы получите до 20% при покупке билетов в кино, на концерты, театры, через приложение Тинькофф. До 15% кэшбэка на 3 выбранные категории трат. Это, например, можно на покупку машины. А, ну и до 7% годовых, так-то на остаток по карте. Ну и вишенки на этом прекрасном торте. Кэшбэк приходит настоящими рублями, которые можно даже в банкомате снять. Наличные можно снимать бесплатно в любых банкоматах мира. И бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона в любой банк. Ну и, как говорится, кэшбэков много не бывает. Еще 20% вы получите на видеоигры, 15% на Яндекс.Еду и Деливери Клаб, 10% в приложении Apple Store и Google Play. Так что ссылка в описании, скорее заказывайте эту карту и забирайте свои бабки. Или ложите бабки, или получайте, в общем, кэшбэк ложите. Ловите. Вот так вот должно быть, 163 до 200. Можно, да? Безопасность посмотрю на месте. Давайте. На клею сидит? Не знаю, а я. С той стороны так же, посмотрите, пожалуйста. Да, с той стороны то же самое. Угу. Ладно, подушка вроде на месте здесь. Он же атмосферный? Да. Такой пайп у него вот это стоит, как будто бы. А это байпас? Не байпас разве установлен? Нет. Выглядит как байпас, поэтому обычно вроде на турбомоторы ставят такой. Какая-то такая пластина огромная. А, подожди, суперчарджер. У него суперчарджер стоит, вот же. Соответственно, вот она и пошла вся вот эта вот развилка. И вот эта вот штука, она, по-моему, нештатная. Вот это далеко. То есть это нештатная пластина получается. Ну, верно. Изменение и внесение в конструкцию 12.5.1. Как это оформлять? Я думаю, это оформлено, скорее всего, уже если поставить. Не, ну, может быть, да, потому что это далеко не бедная комплектация. Салон хороший, красно-черная кожа. Ага. А ремни стреляные. У нее ремни, получается, стреляные. Соответственно, она билась. Вы говорили, что она не билась. 250 микрон, с отличной окраской. То есть шпатли там минимально, да, якобы? Там вообще ее нет. Машина в отличном состоянии. Там, я сказал, да, косметический окрас. А что за что ремни стрельные? Ну вот, видно, что они отыгранные вверх. Отработанные ремень. Начернили хорошо. Багажничек. Так. Харман. Кордон стоит. Как на гелике прям. Опа. А тут что-то мокрое. Мокрое. Где-то пропускает воду. С одной стороны, вот как раз со стороны, где она билась, она и протекает. После буйки? Ее тут кто-то выбрал? Не, ну понятно, но... Нам не должно это протекать. Вот должно быть как с правой стороны. Так, ладно, я поняла. Ну, в целом, чего и следовало ожидать. 650 микрон. Это, конечно, ну, типа не оверт много, но, тем не менее, это и не 250, о чем нам говорили по телефону. 250 микрон, с отличной окраской. Ну и, соответственно, видимо, где-то сделано некачественно, любо уплотнители не до конца прилегают, потому что как раз-таки с левой стороны протекает что-то в багажник. А это вследствие выльется в ржавую задницу челика. Ну и плюс вопрос по подушкам. Ремни стреляны, пружина разжатая, видно же, что стреляны. По мне так, да? Подушки нам посмотреть не удалось на месте, они или нет, потому что резинки реально, типа, не знаю, на какой-то супер-мега-крутой клей приклеен. Ты думаешь, от завода их так садят? Ну, мне кажется, что нет. Потому что мы даже на Камара снимали, они были в клею, но они снимались. Ну да. Что там? Фу, это что? А, это клей, смотри, вот, видишь, клей. Зафига клей здесь. Да, если тачка из салона, это совсем не факт, что она идеальная и что вам не будут там ездить по ушам. 90% новых американских авто, что есть в России, были привезены битые со страховых аукционов, потому что это очень выгодный бизнес. И я решила в этом тщательно разобраться. Вот, пожалуйста, мы сейчас оказались в Беларусь, абсолютно неожиданно и случайно, в городе Минске, где, собственно, и процветает вот эта вот вся история с битьем из Америки, потому что чаще всего именно сюда их привозят, потому что здесь есть какие-то интересные истории по поводу 50% скидки на пошину, если вы из многодетной семьи. Следующее. Здесь тачки гораздо дешевле восстанавливать, чем в России. Как нам рассказали здесь местные ребята, что в целом здесь физический труд и покраска за одну деталь гораздо дешевле выходит, чем у нас. То есть у нас, например, в Москве от 5 тысяч рублей и до 10 тысяч рублей, то здесь это значительно дешевле. И третье. Почему везут именно через Беларусь? А это потому, что восстановив здесь машину, вы быстрее получите СБКТС непосредственно в России, потому что, чтобы поставить тачку на учет в России, она должна быть уже восстановлена. Получайте СБКТС и только тогда едете восстанавливать. А так, собственно, вот, пожалуйста. А, это на тряпке. Челик, челик, челик. А что так узко? Куда смотреть? Такое узкое лобовое стекло, как, да. Ну а те 10% американцев, что есть на российском рынке, не биты, они, соответственно, и стоят дороже. А если они еще и на мощном моторе, то, соответственно, там цена вообще космос. Потому что платятся огромные таможенные почины за вот эти вот огромные объемы. Понимаете, да, о чем идет речь? И один из таких вариантов я вам сейчас покажу. Сейчас едем смотреть мощный, сочный, хеллкет ненадюжный, на 717 сил, все как положено. Ну, как бы, 7 миллионов рублей, но, тем не менее. Погнали! Здравствуйте! Здравствуйте! Да? Прикольно. Проходи. Настя? Для себя берешь? Для себя ищу, да. Настя, я тебе скажу честно, сделали в Америке очень хорошо. Ну, сейчас посмотришь, насколько тонко и настолько правильно был наложен окрас. По безопасности восстановили? Безопасность там вся стоит новая. Положил до хрена денег, резину поменял, салон обновил, керамику три слоя сделал. В общем, привел в порядок, чтобы люди сели и поехали. Угу. Короче, получается, вот этот уголок шпатлеванный? Самый, возможно, здесь уголок шпатлеванный, чуть-чуть, да. Бампер, крыло, суховое, целое. О, диски хорошие. Ну, юбочка уже имеется. Брембо тормоза. Спереди шести поршневые, да, суппорта? А, вот у нее, то есть, комплектации даже не имеется. Да, 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 да. Буль, 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 буль. Мне кажется, это та тачка, к которой нужно подходить и запускать ее снаружи. И слушать этот буль-буль-буль. Эта тачка, Hellcat, едет она на 717 сил, когда у нее есть вот этот вот красный ключ. А когда у нее черный ключ, она едет на 500 сил. То есть, вот такая вот прикольная задумка дьявольского кота. Здесь такая же, да, здесь такая же история. Короче, везде хрен снимешь вот эти вот уплотнители, чтобы посмотреть, есть там подушка или нет? Есть. Давай, с внутренней стороны здесь вот. А, вот так вот она открывается, да? Ага, понятно. Такая хитрость есть. В8 этот же, да, получается? 6.2, В8. У него получается 717, но есть еще... Вы с красным ключом ездите или с черным? С черным, есть. На черном ключе ездите, расход топлива 14 литров. Ну, понятно, там и лошадей на 217 меньше. 500. Все равно 500. А лонжероны целые, да? Все целые. Да? Все целые. Боком ездили на ней? Нет. И даже бернаут не делали? Нет. Ну, понятно, вы купили, чтобы перепродать. Без проблем, сейчас можешь даже электронику открыть и все за месяц посмотреть, как она ездила. Ага. Эта машина, я вам говорю, я езжу, я не отличаю от С-класса. Она очень мягкая. Мы сейчас поездим, ты почувствуешь, что я в эту машину влюбился. Реально, я сейчас хочу эту продать и привезти Рэдай. Там 797 сидит. Пацаны, как тачка. Нормально пойдет, да? Спасибо вам. Еще раз, тогда на связи. Как надумаем. До свидания. До свидания. Вот блин. Какой, оказывается, я себе челик-то хочу. Я прям влюбилась в эти американцы. Класс. Жалко, что резину не дал спалить своего. А налог на этот хелкет, знаете, сколько? 107 тысяч рублей в год. Серьезно. Ну и как бы теперь понятно, почему большинство таких тачек на армянском учете. Потому что, как бы, кому вообще охота отдавать такие бабки за налог. Но, тем не менее, живи в России, катайся на российских номерах, а на армянских тебе вот каждый день просто... До 23-го года. А там посмотрим, как сложится судьба. А там придется налог платить, потому что тебе ее переоформят. Вдруг налог упадет, будет не 150. У нас в России когда-то налоги падали. Нет, не упадет. Наша задача уменьшить бедность в два раза. Этот вариант, конечно, сочный персик. Просто муу! Но на такое у меня нет денег, к сожалению. Столько нет денег. Да. Поэтому, исходя из всех моих поисков, я решила заказывать челленджер из Америки. И он, кстати, уже пришел в Белоруссию и находится на восстановлении. А взяла я его через компанию Вест Моторс. Это именно те ребята, у которых я брала Теслу для перепродажи. Привет, Настя и всем ее подписчикам. Меня зовут Алексей. Я являюсь сотрудником компании Вест Моторс, которая занималась подбором и организацией доставки данного автомобиля. И сейчас я вам расскажу по работам, которые по нему остались. Как видите, мордашки у нас нету. Мордашка, кстати, будет от СРТ. Передний бампер, задний бампер. Ручки и зеркала находятся у нас на подготовительных работах. Зачистка, грунтовка и, соответственно, покраска. Крылья, как видите, у нас находятся уже здесь. Их уже подготовили. Осталось только зачистить, покрасить и поставить на те места, на которых они должны быть. Вот. Что еще останется делать по машине? Поменять лобовое стекло. Восстановить безопасность. И, насколько я знаю, ты хочешь перешить салон. Поэтому за то время, а это примерно полторы-две недели, сколько машина будет находиться на кузовных работах, мы, в принципе, можем организовать все. Достать салон, отдать его на перешив и тебе только останется назвать нам цвет, который ты хочешь. Хотелось бы еще немножко рассказать про эту тачку. Я думаю, вы сразу заметили просто гигантские диски, которые мне практически по колено. И действительно, здесь стоят диски 22-го диаметра. В принципе, тачка в достаточно интересной комплектации, несмотря на то, что здесь тканевый салон, челленджеры, как правило, приходят с тканевыми салонами. Я не знаю, там в Америке, скорее всего, экономят на этом, но у нас, как правило, люди перешивают их. Но здесь, несмотря на тканевый салон, стоит акустика Alpine, большой монитор, а это немаловажный факт. И в ней пробег меньше, чем 8 тысяч миль. И это шестой месяц 2020 года. Это практически прям свежачок, выехавший из салона. Ну а для тех зрителей, которые хотят увидеть подбор этой и многих других тачек, переходите на канал WestMotors, там вас ждет много чего интересного. Он же офигенный, скажите, да? В комментике прямо сейчас напишите. Молодой, 20-го года, на 22-х дисках, такой вот черненький, приятненький. Ну, не сильно мощный, конечно, 3.6 мотор, но зато с семизерным мотором. И обошелся он мне в 29 тысяч 500 рублей. Но это еще без переоформления. Но я все-таки надеюсь, что до Нового года он будет уже у меня, и мы начнем заниматься постановкой на российский ученый. Получение СБКТС, Аглонас, ну и все из этого вытекающее. Ну вот и подошло к концу наше с вами изучение рынка американских тачек. И я думаю, что вы поняли, что выгоднее всего привозить тачку из Америки. И вы можете пойти по моим стопам и обратиться в компанию WestMotors. Это отличные ребята, вот я вот прям могу их рекомендовать. Потому что я была у них и в Минске. И видела, как у них там все устроено, какие у них там есть машины, как выглядит этот офис. Главное, что он есть, этот офис, они только его создали. Я была в Москве, также вам показывала. В общем, ребята не скрывают вообще ничего. Рассказывают все, как есть, показывают. То есть нет никакого лукавства. И поэтому я рекомендую вам к ним обратиться. Если вы давно хотите себе американца, то ссылки на них в описании. Обязательно подпишитесь на их каналы. Инстаграм, Ютуб, там огромное количество полезной и интересной информации про американские тачки. И самое главное, что для подписчиков есть, конечно же, свои плюшки, бонусы и подарки, и скидки. И все, как мы любим, конечно же. И если вы уже сидите на чемодане с деньгами для того, чтобы подрать ее на тачку, то сейчас самое время это сделать, потому что доллар дорожает, тачки дорожают. И вот пока вот ты сидишь, это все происходит. Поэтому нет времени ждать, пора действовать, как говорится. А, и да, конечно же я вам расскажу, сколько в итоге мне выйдет этот Dodge Challenger после получения российских номеров. Так что следите за выпусками. С новогодним настроением близится, мой челленджер тоже. Так что пока, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова